Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марина Комиссарова. И сегодня у нас в гостях именитые спортсмены Артём Казбанов и Михаил Крабков. С очередными победами пришли к нам в гости ребята. Победили международный турнир в Китае. Во-первых, ребята, расскажите, что это за турнир для наших телезрителей. Как он назывался, как давно проходит и как вы, самое главное, туда попали? Ну, это проводила компания М1. М1 в России вообще существует с 1997 года. Это первая такая серьезная организация. Наверное, самая масштабная, самая крупная. И они проводят много турниров, в том числе и международных, в том числе и за границей. Вот один из таких турниров, можно сказать, отчасти юбилейный, 80-й, проводился в Китае. Как вы узнали об этом турнире? Вас пригласили или вы сами подали заявки? Как вообще произошло все? Ну, мы сейчас работаем с М1. Миша уже проводил там четвертый поединок в этой организации, я первый поединок. Соответственно, они нас и пригласили. Для вас в Китае это уже как бы давно закинутая удочка. У нас есть спортсмен из клуба, который в Китае уже не один раз проводил бои. Замосвязано это с вашей очередной поездкой? Ну, мы вообще настроены на профессиональные бои. Много ребят мы растим. И вот Николай Савилов уже два боя там проводил. Еще ребята у нас подрастают. То есть и Артем Груздов. В общем, ребята есть. Поэтому Китай просто очень сильно развивает все сферы, в том числе и сферу ММА. То есть они во всем стремятся быть первыми и развивают очень плотное ММА. Да, я думаю, все интересующиеся, все, кто за вас болел, следили за вашими историями. В социальных сетях вы выкладывали подробно, что у вас там происходит. И, наверное, первое, что поразило, это огромный центр, да, который именно построен комплекс для ММА. То есть здесь у нас все на инициативе держится, группа людей. А там огромный спортивный комплекс. Вот расскажите, что поразило? Да, вот М1 проводила свою ВКДЖ, да, ВКДЖ, наверное, так правильно будет сказать. Совместный турнир. И мы посещали их базу. Это там колоссальное сооружение, пять этажей, огромные спортзалы. Ну, абсолютно все есть. И общежитие там же для спортсменов и так далее. Ну, и вообще видно, как, с каким серьезным подходом китайцы подходят вообще к развитию спорта. Ну, и вообще любой сферы, я думаю, в том числе и ММА. Вот как они нас встречали, как они там, это, ну, заметно все невооружено взглядом. В общем, и на контрасте это тем более. То есть, когда, грубо говоря, ты приезжаешь за тысячи тысяч километров, тебя так встречают, приглашают туда работать тренером, приглашают биться за них, выступать и так далее. В общем, а в Рязани это все мы вывозим своими силами, грубо говоря. Это очень ощущается. Вот когда вы приняли решение, что вы участвуете в боях, процесс подготовки начался. Он достаточно был, вот для тебя, Артем, знает точно, что сложным. Вот расскажи ты о процессе подготовки к бою. И потом Миша тоже расскажет. Ну, готовились мы у себя в клубе. Перед этим боем мы сборы никакие не посещали особо, не ездили. Так, ну, мы ездим регулярно на спарринги в Москву, но на длительные периоды не ездили. Вот. Ну, подготовка, в принципе, проходила, как всегда, собственно, вот так. Свои моменты, недочеты всегда есть. Вот, там, я, в частности, нос сломал за три недели. Как бы травмы это встречаются. Ну, нос это такая достаточно неприятная история, потому что она, ну, так, некомфортно подготовка дальше идет. Потому что тяжело и бороться, и спарринговать. Вот, в остальном все, в принципе, нормально. Миша, а для тебя что, на что акцентировало внимание, когда готовился к своему противнику? У меня перед этим боем, между боями, вообще был перерыв почти год. Я 8 месяцев не занимался точно просто, в моем понимании, ничем. Так, качался, подкачивался, играл в регби, футбольчик. Вот, давно хотел уже подраться, выступить, предложили, все решил. Для меня просто важно было в обычном режиме тренироваться, загореться. Я заряжен был на все 100%. Соперник вообще значения, честно, не имел. Кто бы там ни стоял, я был уверен, что я просто выйду и убью его. А в связи с чем перерыв был? Просто мотивация закончилась? Ну, мне кажется, все по чуть-чуть. И мотивация закончилась, и ребенок родился. У меня там со старшего поколения мама, папа, найди работу, хватит боями заниматься, так лучше. В итоге, не, ничуть не лучше. Ни морально, ни физически, ни материально. Боями вывозить гораздо лучше и интереснее. И вообще это мне по духу, по душе. И сейчас, если проанализировать вообще твое настроение, и все, что ты пишешь, выкладываешь посты, то ты настроен серьезно заниматься дальше. Теперь вот судьба показала тебе, что это твое. Правильно я понимаю? Ну, надеюсь, что это надолго она так показала. Важно вообще, бывает просто попасть в струю. Не обязательно там быть, не знаю, самым сильным, самым быстрым. Просто попасть в струю и будешь побеждать таких же самых сильных, самых быстрых. Я вот надеюсь, что сейчас в струю попаду и всех разложу там в своем весе. Ну, вообще, как бы Михаила видим и тренерским составом, и вообще ребятами в клубе, это как самый одаренный, самый перспективный боец самого начала нашего. Поэтому, я думаю, единственный, кто может ее установить, это он сам. Поэтому все в ее руках. Я думаю, это человек, который абсолютно полностью способен пояс М1 забрать и привезти к нам в клуб. Поэтому вот так рассчитываем. Поэтому, я думаю, даже когда он ушел в перерыв, и все прекрасно понимали, что рано или поздно этот перерыв закончится, да? Ну, все как бы с любопытством смотрели, потому что это дело у него получается лучше всего явно. И он в этом, ну, очень хорошие результаты. Думаю, как же так, а что он будет делать без боев, грубо говоря? Это его страсть. Ну, и, в принципе, дорога привела обратно в любом случае. Ненадолго хватило. Если проанализировать ваши бои, мне кажется, что полреза не смотрели их и в режиме онлайн, и потом еще пересматривали. Что были за противники? И вот проанализировать, да, Артем, ты расскажи о своем. Ты потом говорил о том, что не совсем доволен, несмотря на то, что ты победил, ты не совсем доволен. Как такое может быть? Ну, вообще, я давно еще читал в спортсменной литературе, что когда спортсмен не совсем доволен своими победой, скажем так, как он это сделал, это значит все хорошо. Значит, он еще живой, и его век как спортсмен не закончен. Поэтому меня это только мотивирует. Было бы плохо себе, был абсолютно всем доволен. И прекрасно. Некоторые довольны, что и проиграли. Ну, недоволен то, что не реализовал, есть план свой тренировочный, который мы с Романом Гавриковым разрабатывали, с нашим тренером. И из-за плохого самочувствия я уже неоднократно не писал и говорил, что плохо себя чувствовал. В общем, ну, тоже опыт, потому что в таком плохом самочувствии первый раз выступал, первый раз выходил на бой. Вот, сказалось и перемена климата, и весогонка, и медицинский подход не совсем верный был. Там допущена ошибка определенная была, и из-за этого, собственно, все, дальше пазл не совсем сложился, скажем так. Вот, поэтому выиграл единогласным решением в суде, и не получилось выиграть досрочно. Вот, поэтому не так ярко, как хотелось бы. Ну, естественно, все равно доволен победой, и рад, что я привез в Рязани победу. И Михаил привез победу достаточно яркую. Вот ты как свой бой проанализируешь после перерыва, это очень важно, я думаю. Ну, я вообще выходил с настроем по-любому закончить бой досрочно, и желательно в первом раунде. Все, конечно, пошло совсем не так, как я предполагал. Я по базе борец, но считаю себя универсалом, что могу и в стойке подраться. Соперник был в комплекции, ну, чисто моей, ну, чуть побольше, там, покрупнее. Но смысл в том, что тоже неудобный, корявый. У меня был план начать бой в стойке, перевести его в партер, и там просто уничтожить. Ну, вот получилось так, что именно как только я решил с ним драться, он делает проход в ноги, мы падаем, мы там валяемся, встать невозможно. Меня это очень сильно раздражало, и в итоге в начале второго раунда я обтиханул, встал, уже раз в шестой, наверное, закинул треугольник, просто со всей злости, что была, просто сжал его, и он сдался. И на радостях потом уже начал там прыгать, сальто, улыбаться. Ну, в общем, недоволен тем, что не получилось подраться. Я уже какой бой хочу, просто подраться. А у меня получается, что опять борьба решает. Я думаю, что у тебя все впереди в твоей спортивной карьере, тем более, что ты вернулся. Можно поздравить не только с победой, но и с возвращением. Я думаю, что вот два человека, которые сидят сейчас передо мной, это пример для подрастающего поколения. Это люди, которые без всякого финансирования просто взрастили себя сами. Поэтому я думаю, что к моим словам сейчас присоединятся наши телезрители. Мы гордимся вами. Спасибо вам за эти победы. И желаю будущих побед. Будем болеть за вас дальше. После вашей победы очередной, насколько я понимаю, всплеск интереса. И среди ребят, которые там давно немножко подзабросили, начали снова приходить к вам в клуб. Какое настроение вы видите у них, у своих воспитанников теперь? Ну, это заметно, да. Всегда, когда кто-то из зала выступает, где-то вспыхнул, как звезда. Молодежь везде приходит. Это не может не радовать, потому что мы все это делаем для того, чтобы массово все было. Потому что, как я говорил, уже несмотря на то, что и Михаил, и меня ждут в Китае, чтобы мы тренировали людей, готовые платить деньги и помочь переехать и жене, и так далее, и детям. В общем, это уже обсуждалось. Мы хотим развивать свой регион, мы хотим развивать своих ребят. То есть двигать свою молодежь, потому что... Не раз уже говорилось о том, что, да, в основном на личной инициативе все это происходит. То есть финансирования никакого нет. Или вот после таких побед, таких ярких, скажем так, турниров, появляются желающие помочь. Ну да, пока все у нас было за свой счет абсолютно. Всячески мы с самого начала вывозили сами, в общем, с парнями. Но появляются неравнодушные люди, что радует в Рязани, которые понимают, что помогая нашему клубу, они помогают региону в плане спорта и выращивать молодежь. Поэтому было бы здорово, если бы таких людей было больше. И я с уверенностью могу сказать, если нам помогать финансово, помогать ребятам ездить на сборы, на соревнования, то ребят будет очень много. То есть и вырастет, и будут показывать уровень, и прославлять свой город на различном уровне. Потому что мы как бы первопроходцы из нашего клуба, и дальше ребятам будет проще идти. При этом хотелось бы еще отметить, что несмотря на то, что профессиональные бои не для мечтебя, не для тебя, Артем, это не новость. То есть у вас уже какой-то определенный опыт есть в профессиональном спорте. Все-таки настолько дальняя поездка, другое государство, другой климат, это дополнительные сложности. Вот расскажите о том, каково это было, прилететь, перенести дорогу, адаптироваться и выйти выступить. Ну, на самом деле, не думали, что так тяжело будет. Дорога занимала, ну, порядка 26 часов. Вот от начала, как сели в машину, поехали в Москву, самолет, пересадка, перенос, отель. Первый день нормально, мы поспали, полежали, а потом у нас три дня было, вот, просто бессонные ночи, бессонные дни. Непонятно, почему не помогало, там, ни таблетки, ничего, просто не спали. Хорошо, вот перед боем только выспались и вышли. Я вот за себя скажу, чувствовал себя вообще хорошо, замечательно, хотел драться, махать руками, но в бою, вот, минуту полежал, чувствую, прям, ну, руки отекают, ноги отекают, тренер кричит, заправь ноги. Я просто не могу ноги заправить, меня дико сильно раздражало, потому что я не понимаю, вроде акклиматизация прошла, вроде сон как бы есть, чувствовал себя на все сто, просто вот не могу. И заметил это просто по всему турниру, что все бои, вот, все, кто прилетел с других часовых поясов, дрались в основном все три раунда, потому что все просто устали, не знаю, потеряли силы, просто некоторые откровенно вживали уже последние три раунда, просто ели, достояли на ногах до конца. Все-таки, думаю, это не случайность, а реально просто перемена климата, часовых поясов. То есть это учитывать надо тоже и быть еще на две головы больше. Да, причем перемена климата вообще не чувствуется, что у нас в Рязани, что там нормально дышится, нормально потеется, грубо говоря, я бы не сказал, что там или очень сыро, или очень влажно, как-то жарко, абсолютно так же, вот, мне показалось так, но вот бой показал, что все совсем не так радужно, как тебе кажется. Ну и у тебя, Артем, да, тоже были вот с этим именно? Ну да, однозначно, конечно, это было заметно и по другим бойцам абсолютно, кто бился на этом же турнире, поэтому многие делают, приезжают либо гораздо раньше до боя, либо приезжают похожие часовой поясы из Таиланда, ребята приехали, там Тимур Нагибин, например. С вами была ваша команда, то есть это тренер и ваши друзья, расскажите, насколько важна вот эта вот поддержка была именно для вас? Да, мы поехали коллективом, Роман Гавриков, к нам с нами поехал, наш тренер по борьбе, и Игорь Лакомов, наш товарищ, и спарник-партнер, вот, это большой плюс, огромный плюс, вдвоем мы там, конечно, окочурились бы, скажем. Друг другу загрызли, потому что не ели, весогонка, все злые, все всем недовольные. У нас будет напряженная, да, там работа. Ну, грубо говоря, если бы мы оба дрались и поехали вдвоем, нужно ли сделать какой-то организационный момент, сходить, там что-то узнать, мне кажется, никто бы из нас с удовольствием не пошел бы китайцев что-то выяснять. Ну, и вообще, как бы, результат одного, это результат всей-всей команды, то есть это работа всех, всего тренерского состава, да, это у нас и бокс ведут, Самохваловый, отец и сын, вот, это Арман Гавриков у нас, и это каждый-каждый парень, с которым мы стоим в парах, даже новички и так далее, потому что все это работает в системе, в команде, вот, а уже один отдельный человек выходит в ринг и отстаивает честь не только свою, но и своего клуба. Спасибо, что пришли в студию. Спасибо вам большое за приглашение. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. У нас в гостях были Михаил Крабков и Артем Казбанов, именитые рязанские спортсмены. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова